Всем привет, друзья! Часто на консультациях с экспертами по получению убежища в США через Мексику вы задаете вопросы. Что конкретно делается? Как нужно готовить документы для суда? Можно ли самостоятельно, используя методичку, написать свою историю? И так далее. Сегодня мы поделимся с вами профессиональными секретами и тонкостями процесса подготовки кейса. Вы увидите, почему так много специалистов задействованы в вашем деле и сами оцените свои возможности. Что делает психолог? Как он помогает? Для чего он нужен? Зачем общаться с ним столько дней? Рассмотрим на примере клиента из Беларуси. Сейчас огромное количество обращений за помощью поступают именно из этой страны. Мы не будем вдаваться в детали, опишем процесс в общих чертах. Так работа с психологом заключается в сборе и раскладывании по полочкам информации, связанной с ощущениями. Например, какие ощущения вы переживали, когда узнали из СМИ о всех кошмарах, пытках, насилии в своей стране? Как это отразилось на вашем моральном здоровье? Вам помогают вспомнить и описать, какой вред вашему физическому здоровью причинили эпизоды страха, потери, боли? Какие болезни были спровоцированы? Была ли паническая атака? И так далее. Может быть, пострадали ваши друзья или близкие, и это вызвало у вас мысли о суициде? Или чувство безысходности вынудило вас в больших количествах употреблять успокоительные лекарства, транквилизаторы? И это вызвало расстройство здоровья? Возможно, была бессонница или попытки самоубийства? Все это отрабатывает психолог не один день. Если искатель убежища уезжает с семьей, то работа ведется с каждым участником отдельно. Ведь интервью на границе с эсайлум-офицером уже на территории США вы будете проходить порознь. Кроме того, необходимо вспомнить более ранние факты ущемления прав действующей властью и все события, которые привели к вступлению в оппозиционную группу. Указать, какие мотивы и цели лично вы преследовали. Описать конкретные эпизоды дискриминации и многие другие факты. Вспомнить и внятно рассказать об этом помогает психолог. Часть вторая. Работа с журналистом-международником. Здесь обобщаются итоги работы с психологом. Выстраивается стройная доказательная линия, в которой принимаются во внимание судебные прецеденты иммиграционных судов в разных судебных округах. При этом используется база выигрышных дел. Потом с помощью журналиста, владеющего международной тематикой, связано описываются факты притеснений. Делается выгодная трактовка событий, учитывая особенности социальных групп на родине. В каком судебном округе будет слушаться дело, зависит от многих факторов. Например, в миграционном лагере или в открытом режиме. От места жительства поручителя в США. От состава семьи, возраста, направления кейса, политика, религия и т.д. Эти моменты также учитываются при написании истории. Часть третья. Здесь проходят консультации по подбору необходимых документов для защиты кейса в суде. Документы подтверждения социального статуса, фактов задержаний, наложения административных взысканий за оппозиционную деятельность, факты причинения физического вреда и иные, относящиеся к делу, материалы. Кроме того, для суда готовятся формы документов с кратким содержанием нарушений прав, проводятся репетиции интервью по подготовленным вопросам брифа и т.д. Это малая часть того, что необходимо сделать для успешного прохождения процесса. Однако настойчивость и скрупулезное отношение к деталям достойно вознаграждаются. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи в эмиграции!